Радио НВ В Китае весь последний месяц Вроде как пошла на спад, уже уменьшается Ну тут у меня есть что сказать Есть с чем поспорить, потому что Во-первых, в том, что касается Китая Китайской эпидемии Там действительно официальные цифры Отмечают некоторое падение Темпов роста заболеваемости То есть заболевших людей все равно становится Все больше, но их становится все больше В меньших количествах Чем, скажем, месяц назад или неделю назад Но в то же время Я тут, знаете, предлагаю Взять и рассматривать эту ситуацию Скажем так, в контексте А контекст следующий Все китайское собрание народных представителей Это такое, знаете, что-то подобно парламенту китайскому Похоже на съезд депутатов Там вот КПСС Так вот, вот это все китайское собрание Народных представителей В начале марта собиралось Выйти на работу На очередную свою весеннюю сессию Там это регулярно происходит Собственно в начале марта Это обычное дело Так в этом марте Они выходить никуда на работу не собираются Отменено это Все китайское собрание Почему? Ну, собственно, из-за коронавируса И у меня, конечно, возникает вопрос Если ситуация с эпидемией Становится все лучше и лучше То что же не показать Китайским чиновникам и депутатам Какие они герои и молодцы Что они, пренебрегая опасностей Выходят на работу И тем самым дают Добрый, хороший пример Всем своим согражданам Нет, китайские депутаты и чиновники Во главе с председателем китайским Си Цзиньпиньем Конечно же Предпочитают отсидеться по домам Или уж, я не знаю, где они там сидят Потому что понимают Не дай боже Там хоть один недолеченный появится Это депутат и китайский Да, так и все Все остальные сразу же получат Этот коронавирус Ну, или не все остальные Но достаточно многие из них А учитывая то, что средний возраст Китайских начальников Там 60 плюс Да, то в этом возрасте Многие как раз уже К сожалению, умирают от коронавируса И, видимо, рисковать и не хотят Поэтому Я предполагаю, что Наверное, все не так хорошо Кроме того, надо еще Вот один такой факт Принимать во внимание Когда китайцы аэропортуют о том, что у них все хорошо Там сейчас, знаете ли Очень сложная ситуация складывается в экономике Потому что уже с середины января Китайская экономика Практически в замороженном состоянии находится Никто не выходит на работу Все боятся заразиться и умереть Поэтому сейчас правительство пытается Всеми правдами и неправдами Вытащить людей на работу Пока, правда, не знают, как именно это лучше сделать Но понимают все, что экономика Если так, понимаете Целая огромная страна с миллиардом жителей Не может целый месяц не работать Люди должны хоть что-то делать Иначе вся эта экономика Просто в унитаз будет спущена Поэтому, собственно, правительство и пытается Как-то мотивировать людей Чтобы они выходили Хоть немножко что-то там делали Но мы уже видим, что потребление в нефти Нефти в Китае Сокращается самым радикальным образом Две недели назад Оговорилось о том, что оно упало на 20% Сейчас, я думаю, еще меньше Продажи автомобилей легковых В первые две недели февраля В Китае упали на 90 с лишним процентов То есть вы понимаете Насколько люди перестали тратить деньги Насколько вообще там замерла жизнь Практически в Китае экономическая Кроме того, надо еще помнить Что методику подсчета Количества заболевших И количества умерших Там несколько раз в Китае уже меняли С непонятными целями Но компартия сказала поменять Врачи взяли и поменяли Поэтому не очень понятно Каким там цифрам вообще можно верить Можно ли им верить вообще Однако я могу сказать Чему верить можно абсолютно точно Вот тогда, когда Всекитайское собрание Народных представителей Во главе с товарищем Си Цзиньпинь Соберется все-таки на свою весеннюю сессию Вот тогда можно будет с уверенностью Говорить, что эпидемия коронавируса В Китае, ну если не уж совсем закончена То пошла на спад Вот это будет абсолютно точное железное указание На то, что дела действительно хорошо А вот пока этого не случилось Я бы, блин, знаете, увещеванием китайских властей О том, что все прекрасно и бояться нечего Ну не верил бы Потому что у них есть вся мотивация Для того, чтобы, ну скажем так Приукрашивать реальность В нынешних условиях А Всемирная организация здравоохранения Которая повторяет эти данные, эти цифры Других-то у нее нет цифры по Китаю Вот она и оперирует тем, что есть Кроме всего прочего, нам еще надо понимать Что Всемирная организация здравоохранения Во главе с Тедерсом Гебрейсусом Как-то так его зовут, этого чувака Генерального секретаря этой организации Здравоохранения Всемирное Это подразделение ООН Он, конечно, больше других заинтересован Чтобы все это поскорее закончилось Потому что у него, как у главы ВОЗ Единственная, пожалуй, самая главная его функция Не допускать появления глобальных пандемий И тут, знаете, пожалуйста, как раз во время его председательства Глобальная пандемия началась Естественно, он хочет сказать, что это не он виноват Что это до него Потому что по-хорошему за такие фокусы Его надо гнать, знаете, вениками мокрыми С этого места С места главы Всемирной организации здравоохранения Потому что этот мужик совершенно очевидно не справился Более того, тут можно вспомнить, что в самом начале эпидемии Когда он только-только появился в Китае Всемирная организация здравоохранения всем сказала Что ничего страшного не происходит И что риск возникновения какой-то очень опасной эпидемии Является не высоким даже, а умеренным При том, что прошло буквально неделю после этого И сама организация здравоохранения всемирная была Нужно признать, что ошиблась в своих оценках ситуации Поэтому, ну, сработали они хуже некуда Вот просто, можно сказать, вообще ничего не сделали И лучше бы их, может, вообще не было бы этой Всемирной организации Здравоохранения в данной ситуации Потому что они только, знаете, лишнее успокоение внесли Там, где надо было реально уже бить в набат Они говорят, да нет, 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 все хорошо Бояться нечего Дальше поехали Что касается пандемии Ну, вот, китайскую часть этой истории То есть, якобы сокращение И вообще, якобы спад эпидемии Я вот уже рассказал, что думал по этому поводу Дальше пошли про пандемию Южная Корея проверяет сейчас примерно 200 тысяч человек Которые либо являются членами Либо имеют отношение к секте Которая, там есть такая христианская секта Тайная Членам этой секты нельзя даже своим близким И родным рассказывать, что они в ней состоят Так вот, именно эту секту Больше всех сейчас винят В распространении, стремительном распространении Коронавируса по Южной Корее Там сейчас уже выявили 1200 зараженных 12 человек уже умерли А вот эти товарищи Их, конечно, всех пытаются вывести на чистую воду сейчас Поскольку они друг друга заражают И своих близких заражают При этом не говоря никому, что имеет отношение Вот к этой самой религиозной организации Кстати, там такая организация Очень сомнительная, очень стремная Я бы даже сказал Потому что их главный лидер Который зовут Ли Ман Хи Объявил себя, представьте себя, бессмертным И говорит, что ему-то уж точно ничего не грозит И что с ним и с его последователями Будет все в порядке Но, как видите, далеко не все в порядке Вместо того, чтобы стать бессмертными Они, наоборот, стали рассадником этого заболевания Ну и власти Южной Кореи Кстати, надо отдать им должное Действуют суперэффективно Проводят карантинные мероприятия И вычисляют всех вот этих И сектантов, и больных среди них И тех, кто уже заражен В общем, молодцы, правильно действуют Но, к сожалению, вот эти сектанты Там уже, как говорится, наследили Дальше, сейчас Южная Корея стала Второй страной в мире По количеству зараженных Хотя, на самом деле, я думаю, может быть и не второй Может быть и в других странах И есть большее количество зараженных Просто южнокорейцы суперэффективно Обнаруживают их, да, вот зараженных И могут более или менее точно сказать Где сколько человек уже болеет Тем временем, в Иране Ситуация противоположная Замминистра здравоохранения этой страны Ирадж Харирчи заявил, что Несколько дней назад На пресс-конференции заявил, что Все под контролем, бояться нечего Что карантин никому не нужен И что, значит, проклятые журналисты И западные шпионы Нагнетают панику А теперь этот человек Пошел буквально день после этой пресс-конференции Этот человек объявил сам лично Что он заболел коронавирусом И при этом надо сказать ему большое спасибо Потому что все те журналисты Которые присутствовали на пресс-конференции Технические персоналы, все прочие Скорее всего тоже уже заражены Если они умрут Кто-то из них умрет, да То они хотя бы будут знать Кому говорить спасибо за это Прекрасное обстоятельство Кроме того, ну вот мы поняли, да Как обстоят дела в Иране Когда человек отвечающий Который как бы главный отрицатель Вообще наличия Этой эпидемии И того, что нужно вводить Какие-то карантинные мероприятия Сам подцепил эту болезнь И уже лежит в больничке сейчас Тем временем депутат иранский Из города Кум Это священный город иранский Там место паломничества многих шиитов Так вот Он несколько дней назад объявил Что в этом городе Как минимум 50 человек Скончались уже от коронавирусной инфекции И вот собственно слова этого депутата И опровергал позднее заболевший Харирчи Да, замминистра После истории со сбитым Иранцами Боингом Когда они отнекивались До последнего момента Уже пока просто их морды не пихнули В видеозаписи Да, того, как был сбит этот Боинг Отнеки пытались отбрехаться Да, я знаете, больше верю Вот этому депутату Который говорит о 50 умерших От коронавирусной инфекции Чем вот этому вот Замминистра Который на голубом глазу Отрицал, что вообще Есть какая-то необходимость в введении карантина После чего сам уже и заболел То есть очевидно, что врут иранцы И хотя у них по официальным данным Знаете, официально погибших уже 20 человек Но заразившихся меньше 100 Что, конечно, не может быть правдой Потому что Ну либо они не всех найти могут Либо врут там Короче говоря, я уверен абсолютно, что в Иране ситуация абсолютно жуткая Дальше расскажу почему Там, опять же, знаете, религия замешана В распространении заболевания Потому что Иран официально является Исламской республикой То есть теократия Там люди Для людей почти обязаловка Ходить в мечеть Если не ходишь в мечеть То он тебя там косо смотрит Поэтому А мечеть, как и любой храм Как и любое религиозное собрание Это идеальная среда для распространения заболевания Да, там, не знаю Несколько сотен человек дышат одним и тем же воздухом В течение там долгого времени Ну, условно говоря, часа После часа уже все У всех у них этот коронавирус есть Поэтому Иран, да и вообще любая страна религиозная Является прекрасным рассадником этого дела На заболевание И вообще любая религиозная община Иранцы, те, которые поумнее Уже поняли, что происходит И начали оттуда смываться из этого Ирана Убегать Потому что инстинкт самосохранения не обмануть Когда человек понимает, что вокруг него все начинают болеть Ему, естественно, этот инстинкт Его гонят из этого очага Распространение болезни И правильное дело, что гонят Потому что только сбежав Человек получает какие-то шансы на то, чтобы не заразиться Но К сожалению, он сам при этом уже может быть источником заразы Все соседние с Ираном страны закрывают границы Но уже поздно Случаи заболевания отмечены в Афганистане В Пакистане, в Кувейте, в Ираке, в Амане В Объединенных Арабских Эмиратах Где, кстати, огромный аэропорт Хаб Через который самолеты летают во все страны мира В Турции, кстати, из Ирана недавно посадили самолет Самолет летел из Тегерана в Стамбул Но турецкие власти приняли решение не сажать этот самолет В крупнейшем турецком аэропорту То есть в Стамбуле И посадили его в Анкаре В столице страны Померили температуру 17 из почти двух сотен пассажиров Были с температурой Их всех пассажиров и членов экипажа Отправили под карантин Ну и вообще понятно, да Какие масштабы видимы этой эпидемии в Иране Что, знаете, там чуть ли не каждый десятый В этом самолете уже с температурой Короче, я предполагаю, что Иран в ближайшее время Станет новым Китаем То есть источником То есть страной с наибольшим количеством зараженных Я уж не знаю, будут ли их всех выявлять Потому что с этим, очевидно, в Иране проблема Но я пока, вот честно скажу Никому, ни за какие деньги Не советую ездить в Иран Потому что, знаете, можно Очень оттуда, как говорится, и не вернуться Видимо, там в Иране реально просто От кромешной какой-то в области Сейчас с этим коронавирусом Ну и уж тем более Я не советую молиться, да Ходить в храмы, в какие-то церкви Чтобы избавиться от коронавируса Скорее всего, вы там сможете подцепить чане А не избавиться от него Итак, дальше поехали Италия 374 человека заболевших 12 умерших В Ломбарде и Венетто В регионах на севере Италии Отменили матчи чемпионата страны по футболу Несколько домов моды закрыли для зрителей Показы своих весенних коллекций В Венеции приостановили карнавал Кроме того, отменили съемки Очередной уже седьмой, по-моему, части Блокбастера миссия невыполнима Туда Тома Круз даже не поехал Который играет главную роль Но тут без Тома Круза, я думаю Тому Круза как раз нечего бояться Потому что, по-видимому, Тома Круза Человека уже давно заменили на Тома Круза робота Он вообще не меняется Поэтому, собственно, ничего страшного Вирусов ему можно не бояться Там закрыты везде театры В том числе Ласкало Миланское закрыто, музей, библиотеки В общем, все закрыто Люди бегут все из Италии тоже Потому что понимают Что там та же история Людей зараженных все больше и больше Точно так же, кстати, бежали из Уханя Города И разбежались по всей территории Китая Весь Китай заразили Ну а тут в Европе что уже? Хорватия, Швейцария, Австрия, Франция, Испания Везде есть уже тоже зараженные В Италии, кстати, это еще и накладывается На политическое противостояние Местная оппозиция, ультраправая Обвиняют власть в том, что это все Значит, беженцы разносчиками Болезни являются Ну и так далее Экономика начинает притормаживать В Италии, как и в Китае Но самое, знаете И тоже от итальянцев шарахаются От китайцев Европарламент просит, например, итальянцев Сидеть дома и не выходить на работу В Брюсселе, да Потому что боятся уже итальянцев и там Но самая фиговая ситуация Сейчас складывается, судя по всему В Европе после Италии Уже в Испании И о том, что там происходит в Испании Я расскажу уже после перерывчика Итак, поехали Про Испанию Сейчас из Испании приходят все более и более тревожные новости Дело в том, что там уже есть и на островах испанских Люди, заболевшие коронавирусом И в Мадриде даже Но самая фиговая история Разворачивается сейчас на острове Тенерифе И я думаю, что там может вполне произойти Второй Diamond Princess Что такое Diamond Princess, я думаю, все знают На всякий случай напомню Это круизный лайнер, который с самого начала Эпидемии попал в новости Из-за того, что там На этом лайнере отдохнул один китаец У которого был коронавирус В результате по прибытии в Японию Этот лайнер поставили Не пустили пассажиров на берег А поставили лайнер на прикол В Якогаме в порту И сделали из него, так сказать, на время Карантинную зону Но из-за того, что карантин там был организован плохо Люди туда-сюда бродили по этому лайнеру И друг с другом, видимо, общались каким-то образом В результате там перезаражалось Почти 700 человек В результате, вместо того, чтобы предотвратить распространение болезни И этот лайнер стал из карантинной зоны То есть из зоны предотвращения болезни На самый настоящий рассадник этого коронавируса И уже из Якогамо людей потом экстренно эвакуировали в разные страны И они уже прилетели кто в Америку, кто в Израиль, кто еще куда-то В общем, история получилась очень мрачная Так вот, в Испании там чем-то похожая ситуация А именно, на острове Тенерифе Там есть отель В этом отеле отдохнул И я так до сих пор, кстати, не очень пойму То ли он уехал уже оттуда То ли до сих пор находится там итальянец, 60-летний Который с подтвержденным коронавирусом В результате всех тех людей, которые находятся в этом отеле Это примерно тысяча человек Их тоже оттуда не выпускают И, видимо, опять же, их на улице, как бы, вовне отеля не выпускают Но разрешают там ходить туда-сюда, бродить по этому отелю Поэтому, если этот итальянец заразил хотя бы еще одного человека в этом отеле То этот человек сейчас уже наверняка перезаражал всех остальных История с Diamond Princess С распространением вот этого вот коронавируса на сотни и сотни людей В принципе, запросто может сейчас повториться и в этом отеле испанском на острове Тенерифе Я бы, конечно, этого не хотел, никто бы этого не хотел Но тут возникает вообще проблема, которая, я бы сказал, этическая даже уже, а не медицинская Огромная проблема во время этих эпидемий Это противоречия, возникающие между гуманизмом, базовыми чувствами человека к человеку То есть хочется, чтобы никто рядом с тобой не умирал, не болел и так далее И здравым смыслом Потому что здравый смысл иногда противоречит гуманизму Здравый смысл говорит, что не надо помогать этому человеку Давайте мы его засунем за забор, за стекло И пускай он там сидит, пока либо не умрет, либо болезнь Либо не он не победит болезнь, либо она его И вообще давайте не будем к нему прикасаться А гуманизм говорит, да ты что, мы же человек, это же не звери, это человек Надо ему помочь, надо ему как-то поддержать его как-то И особенно в демократических странах, в нормальных странах с этим большая проблема Европа очень гуманная, да, и поэтому не могут, знаете, как в какой-нибудь тоталитарной стране Расстреливать тех людей, кто пытается сбежать из карантина Там говорят, ну слушайте, ну пожалуйста, пытаются уговорить людей Не могут их как преступников всех рассадить по одиночным камерам И туда, значит, на лопате мясо кидать, чтобы они ели время от времени Поэтому вот это с этим гуманизмом и с попыткой не особо обижать тех людей, которые остались в карантине Как-то хорошо к ним относиться Вот происходят такие ситуации, когда вот, как на Diamond Princess заболели там 700 человек Я подозреваю, что и сейчас, вот, когда, скажем, в Италии говорят Давайте введем карантин для какого-нибудь городка, да Ну допустим, какая-то бабуля выходит пешочком из этого городка И идет там в лес по грибы или куда-нибудь Ну не будет же какой-нибудь итальянский гвардейец стрелять в нее из пулемета, да, в эту бабулю Потому что негуманно А с точки зрения здравого смысла, и эта бабуля, например, вдруг болеет И идет пешочком не только по грибы, но и в другой городок То, может быть, и стоило ее остановить Ну я уж, конечно, не призываю стрелять по людям из пулеметов Но, в принципе, тут гуманизм неуместен, скажем так, да В данной ситуации Поэтому в Азии другая проблема Там может, как говорится, стрелять по людям из пулемета Там привыкший народ, да, там в этом ничего такого страшного и не видит Но у них другая проблема Они не могут выявить тех, кто болеет То есть они не знают У них ума не хватает создать нормальную карантинную зону И охранять эту зону, да То есть они, может, с радостью перестреляли бы всех, кто внутри Но просто ума не хватает понять, где вообще делать эту зону карантинную и так далее В результате вирус вырывается что наружу, что в демократических странах Что в тоталитарных и авторитарных Ну, может быть, единственное, знаете, только, извините, Южная Корея нормально в этом смысле себя ведет Потому что там, с одной стороны, народ дисциплинированный и управляемый С другой стороны, очень высокое качество медицины И люди, людей спокойно совершенно обнаруживают тех, кто действительно приболел И способны они, южнокорейцы, держать действительно этот карантин За что им, конечно, честь и хвала Ну, знаете, особенно неприятно, что Я думаю, что в какой-то момент все-таки даже Европе придется отказаться С развитием этой истории Придется отказаться от гуманизма И все-таки пересмотреть свои взгляды в сторону того, что Сказали карантин, значит карантин И никто, ни одна мышь оттуда из этого карантина не может выскочить И будут очень жестко следить за тем, чтобы эти карантины соблюдались Потому что, в противном случае, слушайте, весь континент начнет болеть Ну, знаете, за Европу я еще не так сильно переживаю Потому что какая-никакая То есть, нет, просто какая-никакая Хорошая медицина в Европе есть И все будет нормально, более-менее, с Европы Конечно, будут умершие, ну, куда без этого Ну, в конце концов, умершие есть там и от импендицита, и от рака, и от сердечно-сосудистых заболеваний То есть, люди умирают Это, к сожалению, никуда не деться от этого Но, я боюсь, когда ситуация, когда вот этот коронавирус пролезет в страны Типа Индии, Пакистана, Бангладеш, Индонезии, Африки и вот Бразилия Вот туда, где огромные бесконечные трущобы, где живут десятки миллионов людей на головах друг у друга Где нет вообще никакой медицины, по сути дела, никакой санитарии Где люди живут очень скучно, очень бедно, недоедают и кучей болезней болеют В общем, вот в этом случае, в этих странах, если туда пролезет коронавирус Вот там начнется просто ужас Там, конечно, будут, я думаю, десятки тысяч, если не сотни тысяч, или даже миллионы умерших Потому что остановить распространение болезни там будет абсолютно некому И, вы знаете, вот буквально сегодня вечером уже появились сообщения о том, что первые заболевшие появились в Бразилии Вот как раз там, где много достаточно трущоб А также уже есть в Афганистане заболевшие Афганистан тоже, как вы понимаете, не самая супер продвинутая страна в области медицины Более того, там идет война, более того, там, опять же, очень сильная религия Есть уже и в Пакистане, и в Индии А вот еще меня очень заботит, конечно, Индонезия Страна, в которой живет 200 миллионов человек И в которой, вокруг этой страны у всех есть коронавирус А в Индонезии нет коронавируса При том, что даже в Австралии богатый он есть Даже в Сингапуре богатым он есть А в Индонезии спадишь-то, нет, и все Какая счастливая страна, как их счастливо миновала чаша сия Я думаю, что индонезийцы, скорее всего, врут А если не врут, то просто не могут найти Но, скорее всего, в случае заражения у них еще сильно больше, чем они даже предполагают Чем они даже боятся То же самое, кстати, касается и Российской Федерации Я абсолютно уверен, что там живет гигантская китайская диаспора Медицина на уровне каком-то, вообще, знаете, деградировала до уровня 19 века Поэтому я абсолютно уверен, что по России этот коронавирус уже гуляет в полный рост Что там умерших и заболевших гигантское количество Просто власти на всякий случай не сообщают об этом Чтобы не баламутить народ и не пугать его Поэтому, когда вот там начнут, знаете, уже целыми городами вымирать Вот тогда, наверное, мы и узнаем, что в России тоже есть проблемы Собственно, это и касается и многих других бедных и авторитарных стран Вот тот же и рамзи, да? Вот пока, знаете, зам заместителя министра здравоохранения Не начнет там, значит, чуть ли не в прямом эфире помирать Ничего, скажут, не-не-не, у нас все нормально Ничего не происходит, все под контролем Все под контролем, говорит и Дональд Трамп Но относительно американской ситуации сейчас с коронавирусом Но там тоже, знаете, интересно Управление США по предотвращению и контролю за болезнями Вчера официально объявило, что начало эпидемии в США Это лишь вопрос времени Они сказали, что это вопрос только тогда Как бы не стоит вопрос, начнется ли эпидемия Вопрос, когда она начнется Объясняют ли они это так Когда эпидемия, вообще-то, коронавирус распространен Только в одной стране иностранной То, в принципе, можно ограничить доступ людей Из этой страны и предохраниться От попадания вот этого вируса В данном случае в США Но если в разных странах отмечена уже эта эпидемия То тогда закрываться от всего мира не получится Тогда уже надо просто готовиться к тому Что она придет, эта эпидемия, и в Америку США не могут просто отградиться от всей остальной планеты Медики сейчас, американские, говорят Что просто надо готовиться к тому Что это неизбежно придет Власти, кстати, мы уже там рассказали Власти в американских штатах В разных местной власти Не федеральной, даже не власти штата А на местах Уже активно очень оповещают народ Что делать в случае заражения Куда обращаться, куда бежать Какие лекарства использовать, какие не использовать И так далее Готовят людей к тому Что вот такая чрезвычайная ситуация произойдет Вот это самое управление США По предотвращению контроля за болезнями Кстати, сказал, что появление вируса Вот такого в масштабных количествах На американской территории Приведет к, как они выразились Очень резкому изменению Обычного стиля жизни американцев Но имеется в виду, что у всех начнутся очень большие проблемы Там, кстати, в Америке Тоже интересная история То, что на местном уровне Вот такая-то организация есть То есть люди уже готовятся противостоять Эпидемии А вот на уровне федеральном На уровне США как страны Почти ничего не делается Почему? Потому что В 2018 году Дональд Трамп своим указом В рамках борьбы с Многочисленными чиновниками Решили, что чиновников слишком много там в стране Так вот, он распустил и уволил целое управление По борьбе с эпидемиями Раньше там была целая межведомственная Командная цепь Как бороться с эпидемией Задача, которая была как раз В такой ситуации Встать на защиту страны От какой-то там заразы В случае необходимости Эта цепь должна была запустить И проводить в жизни Карантинные эпидемиологические мероприятия Медицинские протоколы разные запускать И оповещать население А в случае уж крайней необходимости Даже применять силу Я так понимаю, что Национальная гвардия США Тоже входила в эту Командную цепь То есть, если что Гвардейцев там где-то Запускали И они ограничивали движение По каким-то территориям Вводили карантин И так далее Сейчас этого всего нет Дональд Трамп это все разогнал Сказал, что нам это не надо Мы сэкономим немножко денег И так далее Все Ушла история, как говорится Условно говоря Сейчас вообще не очень понятно При каких условиях И кто будет принимать решение О карантине Для, например, какого-нибудь Штата Айдаха Условного Если вдруг там начнется Эпидемия вот этого самого коронавируса Трамп говорит Что это все фигня Бояться нечего И он, по сути дела Знаете, мне напоминает Что он говорит Он говорит то же самое Что говорили власти Ирана Что все под контролем, ребята Все очень хорошо Но на самом-то деле Ситуация для него Это не очень хорошая Почему? Потому что Помимо всего прочего Эпидемия Не только человеческая трагедия, конечно Не только большие беды Для обычных людей она приносит Но она стала Источником Серьезнейших неприятностей Для всей мировой экономики Начиная от Китая Где, как я уже сказал Экономическая жизнь Практически замерла сейчас До Италии До Южной Кореи Где недавно совсем остановился Целый завод Компании Самсунг Из-за того, что на этом заводе Обнаружился один человек С инфекцией До Италии Где сейчас Просто туристическая отрасль Воет и стонет И не знает, куда деваться Потому что Турист никакой Вменяемый туда сейчас Конечно, не поедет А Италия очень сильно Зависит от туристов Более того И даже вот эта модная индустрия То есть одежду продающая Они тоже Все боятся Там что-то покупать Потому что Черт знает Кто эту одежду шил И так далее В общем В Италии сейчас тоже Очень большие экономические Проблемы начинаются Но В Америке Америка все-таки Это, как мы с вами понимаем Самая главная страна В мире В смысле Экономики Поэтому От того Как будут события Развиваться там Конечно, зависит все А сейчас эти события Развиваются Не очень хорошим образом Как именно И вообще Что дальше будет Я уже буду рассказывать В следующей части передачи А сейчас у нас Продолжаем разговор Про Дональда Трампа Я вот говорю Про мировую экономику Так вот Конечно То, что сейчас происходит В экономике Южной Кореи Китая Италия Это все не очень хорошо Больно бьет по ним Эпидемия Начавшаяся Пандемия Потому что В разных странах Она присутствует Но Главные Все взгляды Обращены на США Поскольку Америка является Главной страной В смысле экономическом Так вот Доу Джонс Индекс Доу Джонса Последние несколько дней Падал Сегодня он вроде бы Немножко привстал Да Но потом Постоял-постоял И снова упал Короче говоря Примерно на 5% За последние 2 Вернее уже 3 дня Упал Индекс Доу Джонса То есть Он вернулся примерно К показателям Октября Прошлого года Все то Подорожание Индекса Которое Случилось с тех пор То есть с октября Прошлого года Оно фактически Уничтожено Что сейчас Больше всего страдает Конечно Туристическая отрасль Из-за того Что конечно Никакой нормальный человек Сейчас Туристам Никуда не поедет Особенно в Регионы Пораженные коронавирусом Во-вторых Конечно Авиалинии Авиалинии теряют Большие деньги Из-за того Что люди меньше пользуются Ну просто Летают меньше Интернет-магазины Компании Типа там Амазона Теряют В стоимости Очень много Потому что Во-первых Очень много чего Производится в Китае Люди опасаются Покупать вещи Из Китая А во-вторых Дело в том Что Сейчас много Из того что В Китае Производится В нормальное время Сейчас Не производится Потому что Китайцы просто На работу не ходят И дома сидят Электроника Вот как я уже сказал Закрылся Один из Заводов Компании Самсунг Автомобили Китайцы Стали покупать Автомобили Гораздо меньше Да вообще Сейчас Весь мир В общем-то В общем-то Весь мир Деньги Придерживает Старается Не тратить Потому что Никто не понимает Что там дальше Все побаиваются Тратить деньги В больших количествах Из-за этого Конечно Мировая экономика Немножко как замерла И ждет развития Что же дальше будет Инвесторы понимают Что экономика Вообще мировая И так Росла с 2008 года Без серьезных кризисов Эти 12 лет Она росла И пора бы уже Провести Так называемую Коррекцию То есть Уже небольшое снижение Должно быть Более того Долги В мировой экономике За эти 12 лет Накоплены Колоссальные Все кругом Всем должны Потребительские кредиты Огромные Скажем В Америке Только полтора триллиона Долларов Должны только Студенты За свое обучение Разным банкам Потребительские кредиты Еще больше В общем Вся Америка Сейчас в кредите живет В кредит живет И когда-то Рано или поздно Вот эта коррекция Должна была произойти Потому что Если бы не было Коронавируса И пандемии То я думаю Какой-то другой повод Для коррекции Нашелся бы Вообще Очень многие экономисты В течение последних Примерно полутора лет Предрекали то Что экономический кризис Вот-вот наступит Проблема Ну вообще Тут еще в чем Проблема для Трампа В том что Хорошее состояние экономики Оно действительно было До последнего До начала года Очень хорошим Американской экономики В первую очередь Так вот Хорошее состояние Американской экономики Это было Самое главное И по сути дела Единственный повод Для гордости Для Дональда Трампа На посту президента Потому что Ничего другого Он не достиг Будучи президентом А вот экономика При нем Действительно Очень хорошо росла В области Внешней политики Или там Культура Не знаю Не знаю Чего еще Он просто Ноль Да Может быть даже Какие-то Отрицательные Величины В этих условиях Я знаете Почти не сомневаюсь Что если Американские Эпидемиологи Окажутся правы И если Эпидемия коронавируса Действительно Придет в США И масштабная Эпидемия Да То Дональду Трампу Будет почти Невозможно Переизбраться На второй срок Кстати Если вы помните А если вообще Вспомнить историю То эпидемию чумы В Западной Европе Частенько приводили К изменению Политических режимов В средневековых Странах Европы И к появлению Чего-то совершенно Нового Необычного Например Появлялись целые Классы Такие как Например Наемные рабочие Потому что До эпидемии чумы Было полно крестьян Этих крестьян Использовали На всех Возможных И невозможных Должностях Так сказать А после того Как все эти крестьяне Умерли Приходилось уже Богатым людям Нанимать Людей Для произведения Той или иной работы Вот так вот Появился Средний класс Европейский В какой-то степени Я надеюсь Что при всех Своих минусах А минусов Конечно Море У этой самой Эпидемии коронавируса Она все-таки Сумеет Встряхнуть Привычный Порядок вещей Во многих Государствах Особенно Конечно В государствах Авторитарных И тоталитарных Люди Может быть Начнут Чуть меньше Ходить Молиться И чуть Больше Пользоваться Средствами Гигиены Мыть руки Не есть сырую еду Мыться Переодеваться Как можно чаще Ну и выживут Конечно Именно те Кто ведет себя Наиболее разумно И следует Вот этим всем Правилам Более Точным Кстати Политической Революции Конечно В Иране Или в Китае Пока Или в России Пока не случилось Но вот Гастрономическая В Китае Уже произошла Там на днях Знаете Запретили Использовать Пищу Выращивать Содержать И продавать Диких Животных Панголинов Волков Змеи Летучих мышей И всякая Вот такую живность Которую знаете Там на местных Зоорынках Продавали И часто Применяли Вот в качестве Блюд Да Их ели Просто жарили И варили И ели Я думаю Что это в общем Не такая уж и плохая Новость О том Что действительно Наконец-то Китайцы Перестанут жрать Всякую дрянь Которая На самом деле Должна бегать Где-нибудь В лесу Или там Плавать Где-нибудь В океане И не Использоваться В пищу Поэтому в общем Наверное Это даже Неплохая новость Потому что Знаете Есть серьезные Подозрения Что вот как раз Коронавирус Передался Человеку От какого-то Животного Либо от змеи Либо от панголина Либо от летучей мыши Даже Да Вот если Наконец-то Перестанут Жрать Это все То я думаю Не так-то уж и плохо Но Дональду Трампу Переизбраться В президента Все равно конечно Хочется И он для этого Делает все Возможно И невозможно Вот тут Там Точнее В США Начался На этой почве Новый скандал Новая история По поводу Того что Российскую разведку Опять уличили В попытках Повлиять на выборы Президента США Только уже не 2016 года Как раньше А 2020 По данным Американских спецслужб Россияне Активно работают На то Чтобы помогать Дональду Трампу От республиканской партии И Берни Сандерсу От демократической партии По крайней мере Об этом они сообщили Конгрессу Лидерам Конгресса На специальном заседании Примерно где-то в середине Это дело было В середине февраля Так вот По мнению Время по данным Американской разведки Россияне собираются Во-первых Как они собираются влиять Они собираются Использовать Для влияния На американцев Американские же серверы То есть работают они С территории США По большей части Сейчас Раньше работали Из-под Петербурга Откуда из этого Из Ольги Но сейчас будут работать С территории США Причем использовать Не только американские серверы Но и самих американцев Потому что К американцам Американские аккаунты Сложнее вычистить Их сложнее Именно реальных людей Не ботов каких-то Подставных А реальных людей Против реальных людей Гораздо сложнее Бороться Американским спецслужбам Поэтому вот Российские Всякие шпионы Хотят Американизировать Свою борьбу На этих выборах Еще одна Очень важная вещь Россияне хотят Получить максимально Полный доступ Ко всяким Реестрам Избирателей К регистрационным Данам И так далее Для чего это все делается Потому что Если возникнет Какая-то спорная ситуация На выборах Люди же Обращаются К реестру Скажем Избирателей А если на месте Этого реестра Избирателей Есть какая-то Какой ноль висит Или дуля Если стерли Просто этот реестр То перепроверить данные Невозможно Возникает ситуация Хаоса И вот поэтому Собственно Россияне намереваются Именно таким образом Влиять на выборы Как именно Они собираются Помогать Трампу И как именно Помогать Сандерсу Неизвестно Об этом не сообщается То есть Какую Непосредственно помощь Известно Что они будут Как бы играть В их пользу Но Как именно Какие Методы Для этого Будут применены Мы пока Не знаем Американцы Об этом Не сообщают Но Я думаю Что в данном Конкретном случае Задача У российской Разведки Даже не в том Чтобы Трамп Победил Или Сандерс Победил В принципе Трамп Сейчас Особенно Трамп Он и так Много делает Для того Чтобы россияне Чувствовали себя Прекрасно Чтобы Кремль Не горевал В сфере Внешней политики Задача у них В общем В другом В том Чтобы полностью Разрушить Институт Не просто Сам институт А институт Доверия К этим выборам Чтобы американцы Сомневались В том Что они выбрали Того Кого они выбрали Чтобы Никто Из победителей Будет рано или поздно Какой-то победитель На этих выборах В двадцатом году Чтобы этот победитель Сам сомневался В том Что он стал В том Что он выиграл Честно И без всякого Мухляжа То есть Когда победит Трамп Либералы Американские Левые Должны Восстать против этого Говорят Нет-нет-нет Эта победа была Достигнута Исключительно С помощью Владимира Путина Если же победит Сандерс То Соответственно Его должны Обвинить консерваторы В том Что Путин помогал Именно ему Как именно помогал Еще раз скажу Не знаем мы Нет никаких данных Насчет того Как именно В чем заключается Эта помощь Известно лишь Просто Что помогал И вообще Тут мне кажется Очень важный момент Американцы Когда говорят Об этом вмешательстве Российском Часто Предполагают Или Часто Просто говорят Что это Какая-то Тайная операция Российских спецслужб На самом деле Нет Нифига Она не тайна Ее никто Не скрывает Эта операция Очень даже Явная Эта операция Как раз Призвана Показать Что да Россия Вмешивается Что вот смотрите Наша Лапа волосатая С надписью За ВДВ И солнышком И вот мы там Этой лапой Пытаемся Что-то Намухлевать Именно в том Чтобы это Вмешательство Было абсолютно Явным Ни от кого Оно не Ускользнуло В этом Собственно Ей весь смысл Чтобы показать Что да Мы вмешиваемся И вы нам Ничего сделать не можете И из-за того Что мы вмешиваемся Кто бы у вас Не победил Этот человек Победил нечестно С нашим участием Вообще В идеальном Для Владимира Путина Случае Все должны Предполагать Что тот человек Которого в конце концов Объявят победителем Был Ненастоящим Победителем Я думаю Что Такое Стремление Посеять хаос Оно в общем-то Гораздо более Его легче осуществить Чем Кого-то Действительно Посадить На трон На белый дом В белом доме Потому что Знаете Гораздо проще Показать Что ты вмешиваешься И просто Действительно Пытаешься Повлиять на какие-то выборы И помогаешь кому-то Чем скрывать Вот эту помощь Свою И пытаться Сделать действительно Тайную операцию И действительно Кому-то там помочь Поэтому я считаю Что у россиян В этом смысле Гораздо более простая задача Чем в прошлый раз Когда они Очевидно Пытались помочь Дональду Трампу И его кандидатуру Протолкнуть На пост Президента США Я думаю Знаете что Еще тут важно То что Путин действительно Сейчас помогает Не всем подряд Кандидатам На пост Президента А только тем Кто действительно Может Выбиться В кандидата И действительно Бороться За пост Президента Потому что Какому-нибудь Питу Бутиджичу Которому Конечно Ничего не светит За него И вступаться Не надо Потому что На него Тратить ресурсов Не надо Потому что Он в конце концов Не победит Но Тут еще что важно Одновременно С тем Что сейчас Развивается ситуация Вот это Вмешательство В американские выборы Она очень и очень Серьезная И она будет Я думаю Это не только в самом начале Этого пути Я думаю Вмешательство Это будет гораздо Более ярким И очевидным Чуть-чуть попозже Но сейчас Дональд Трамп Я уж не знаю То ли по глупости То ли в сознательном состоянии Пытается подыграть Этому вмешательству Он например Недавно уволил Главу национальной разведки США Джозефа Магуайра На его место Назначил сначала Своего верного сторонника Ричарда Гринелла Который Никогда в жизни Ни дня не работал В разведке Но этого Гринелла Он пока там будет Временно сидеть А потом его Вместо него назначат Какая-то Кэша Пейтла Человека Который связан С Дэвином Нуниесом Это конгрессмен От Калифорнии Пытавшийся Вступить в какие-то Непонятные отношения С Дмитрием Фирташем Живущим ныне В городе Звена Австрия То есть Мы очень близки Американцы Очень близки К тому Что начальник Национальной разведки США То есть глава Всей вот этой Американской Разведывательного Сообщества Будет человек С тесными связями С постсоветским Полукриминальным Олигархическим Кланом Таким Подпольем Если угодно И меня это На самом деле Очень сильно напрягает Более того Сейчас Дональд Трамп Запустил Так называемую Программу чистки В рядах Государственных органов И силовых структур Оттуда будут Массово изгоняться Бюрократы Работавшие Там Десятилетиями И на место Этих бюрократов Будут посажены Сторонники Дональда Трампа Ну у нас Слово бюрократы Плохое Но эти бюрократы Обычно Они вообще Беспартийные люди Которые просто Делают свою работу Качественные Профессионалы Вот так вот Этих всех профессионалов Погонят оттуда И рассадят По всем главным местам Сторонников Дональда Трампа Причем проводят Эти чистки Женщина по имени Джинни Томас Она жена Судьи Верховного суда США То есть Получается ситуация Абсолютно безумная Когда Верховный суд США Часть Верховного суда Проводит чистки В исполнительной власти При этом Сам Дональд Трамп Фактически лишил Законодательную власть То есть Конгресс права Как-то влиять На свою деятельность Из-за того Что сам этот Конгресс Объявил Трампа Невиновным По делу об импичменте То есть И сверху на все это Накладывается Российское вмешательство В американский выбор В общем Сейчас Все это выглядит так Что в Америке Наступает какой-то Просто коллапс Государственной власти Всей системы Государственной власти Благодаря Дональду Трампу И его Так сказать Подручным Меня это Если честно Очень сильно пугает Потому что Он Разрушает Все Самые важные Государственные Институты США Даже Не только Людей убирают А именно Сами институты Разрушают И подрывают К ним доверие И самое неприятное В этой истории То что Главный Американский институт А именно Доверие американцев К свободным выборам Тоже будет разрушен При помощи Российской Федерации Сейчас На этой Пессимистической ноте У меня сегодня все С вами был Иван Яковин До пребыва с вами Сила Пока-пока Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин